В сезоне планируется благоустроить 27 видновских дворов, на что выделено порядка 38 миллионов рублей. Схемы работ по адресам можно найти на сайте городской администрации. Они были размещены в газете «Видновские вести». Ни один проект не принимался без согласования с жителями. Предварительно, когда мы прорабатывали вопрос благоустройства, мы проводили согласование с жителями. К этому вопросу очень тесно подключался Олег Владимирович Хромов. Проводил встречи с нами и с жителями. Определённые вещи поддерживались, согласовывались и принималось решение. Но, к сожалению, на определённых встречах уровень посещения был достаточно низкий. Наверное, поэтому при начале работ часто возникают претензии и недовольства со стороны видновчан. Например, на школьной 80 молодые мамы не удовлетворены тем, что старую детскую площадку демонтировали, а новой по плану не предусмотрено. Я, конечно, за благоустройство, потому что асфальт у нас находился в таком состоянии уже очень долгое время. И, конечно, нам нужна площадка для детей. Ну, будет парковка для машин, это, конечно, шикарно. Но помимо машин тут ещё и дети, и у каждого не один, а несколько детей. Нам сказали, что есть возле 82-го дома, да? Меня это не устраивает. Я хочу, чтобы площадка здесь была, возле дома. Почему я должна ходить к 82-му или к 68-му, к 74-му дому? А я не хочу. Я хочу, чтобы здесь была площадка. По программе губернатора детские площадки должны быть установлены внутри кварталов, то есть групп домов, разъяснил начальник отдела благоустройства городской администрации, что, в общем-то, и сделано. Но данное пожелание пообещал рассмотреть. Мнение жителей в любом случае будет учитываться. Слышал, что готовы на небольшую площадку. При наличии средств, естественно, какие-то вещи по установке детских площадок будем предлагать совету депутатов. И, соответственно, реализовывать, скорее всего, наверное, следующий день. Такая ситуация с благоустройством двора типична. На заводской 24 несколько десятков жителей выступали против выпиловки деревьев под парковочные места. Но большинством голосов вопрос был решен. За обустройство гостевой стоянки подписались 124 жильца. И теперь виды этого двора и соседнего на ПЛК-14 значительно преобразились. Работы закончат здесь на днях. А вот у дома 28 по проспекту Ленинского комсомола рабочих не видно. Хотя первый этап благоустройства завершен, как мы видим, здесь уложили новый тротуар для пешеходов. Дальше работы не двигаются. И все из-за претензий отдельных граждан. Они не хотят, чтобы вырубали первый ряд деревьев перед домом. Но проезд расширять надо. По плану на ремонт одного двора отведено от двух до четырех недель. Хотелось бы, чтобы видновчане проявляли активность на стадии согласования проекта. Тогда и благоустроительные работы будут завершаться в срок. В срок завершения работ по благоустройству, в общем, себе ставим цель до середины сентября. Но постараемся сделать по максимуму до начала сентября, чтобы у людей ко дню города и к первому сентября было какое-то радостное настроение. Что о них не забывают и о них заботятся. Надеемся, что на остальных территориях рабочие беспрепятственно завершат обустройство дворов и юбилей город встретят при параде. Татьяна Снежко, Константин Барлов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.